Первый тайм более равный, целостный, второй очень тяжелый. У них опытная, хорошая команда, которые играют хорошо с мячом, не боятся. Подыграть под прессингом, под давлением. Немножко, я думаю, что сказывается, что они поиграли в Европе после этих два матча, но с хорошим соперником и скоростью немножко, с работы с мячом, наверное. Выше, чем у нас. Поэтому тяжелое очко, конечно. Обидно, еще не дотерпели, но нужно быть реалистами. Они наиграли, конечно, свой гол вполне. Вызывали в постановке, что будет совсем другой ЕМА в первом тайме? Ну, конечно, потому что у них хорошая скамейка, хорошие футболисты, которые хорошо усилят игру в любом случае. И люди, которые играют один в один, это у них огромное преимущество для нашего чемпионата. В прошлом году матч складывался по похожему сценарию. Он также ходил на победителя в первый тайм, потом немного сравнял. И, может, держал такую закономерку в голове? Ну, еще закономерство, да, что они также были после Еврокубков. Они тоже приехали сюда после Еврокубков. Такое же время вы знаете. И потом не верю в приметы. Поэтому, ну, нет, конечно, я вообще не особо в это все делаю в приметы. Но сложилось так, как сложилось. Поэтому мы свое очко заработали. Едем готовиться дальше. А впереди тяжелый матч с Борисом Кеплатаевым. Как же команда настраивается? Команда настраивается. У нас пропускаю я. Пропускает, получается, Андрюха Рылыч. Поэтому в путь-дорогу может быть молодым ребятам. Как? Мы играем дома. Уже очень обидно подводить наших зрителей, конечно. Это плохая тенденция для нас. Почему-то последние два года домашние игры. Надо исправлять, потому что, ну, это ни в какие ворота не лезет.